Чарницы, малины, грибы. Сезон сбора в самом разгаре, а ли специалисты санитарных службов нагадывают на значные части территории в области обвязковый радиологичный контроль. За собранными улесей ягодами и грибами. Зараз это собестотычится чарниц. Только по чарницах с початку сезона у Могилевским зональным центры гигиены и эпидемиологии проведено больше за 200 проб на утримание радионуклидов. 24 из них показали перевышение утримания радиоцезии, 137 – это 12% от угольной колькости. Переважно все выпадки из районов, отзначенных на специальной карте радиологичного контроля. Наиболее загрязненные ягоды были собраны в лесах Славгородского и Быховского районов, где содержание радиоцезии составило 1166 бекерельных килограмм и 1393 бекерельных килограмм, что превысило допустимый уровень в 6,3 раза и 7,5 раз в последнем случае. При однольковых умовах чарницы накапливают у 2,5 раза больше радионуклида, чем ты и шуницы. Тому, как застерахчыся у лабораторы Центра гигиены и эпидемиологии, люди идут охотно, пробы тут берут абсолютно бесплатно. Особливо частые гости у зональным центры – наведвальники и гандляры мясовых рынков микрорайона. Нясуть и садовые ягоды, и грибы. Скажите, откуда вы грибы берете? Могилевского района, Вендрыш. А проверяете на радиацию? Проверяем. Нормальные, сказали, на санкстанции. И дают справку, да? Дают. А сами едите грибы? Грибы обязательно. Из тех мест, где грибов мало растет, из степных, скажем так, с юга России. Поэтому здесь не проверяли, но доверяем. Специально до сезона могилевские гигиенисты распорцевали наглядные материалы. По их, кожный грибник и ягодник легко может провести свой уластный попередний анализ. Но, изразумело, специалисты попередживают про головное правило сезону. Не покупать ягоды в местах несанкционированной торговли. Вдоль автотрасс, на улицах, где ягоды не проходят радиационный контроль. И при покупке ягод на рынках не стесняться и требовать у продавцов документы, подтверждающие прохождение радиационного контроля. Тетяна Дмитриева, Миколай Соболев, Новинирегион.